Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Алина Лайден. Мой канал главным образом о Тайване, о жизни в Азии, но также я делаю разные другие тематические видео, поэтому если вам также интересна тема жизни в других странах тропических, обязательно прочекайте мои остальные видео и подписывайтесь на канал. А сегодня мы с вами будем обозревать часы, которые мне пришли. Это Apple Watch SE, золотые, с ремешком, pink sand, розовый песок. Вот, и также я заказала еще один официальный ремешок. Предвкушаю. Все, давайте вместе все посмотрим, потому что у меня никогда не было до этого Apple Watch. Вот, и, кстати, у меня 44 миллиметра я заказала. Вот, решила, потому что мне будет так удобнее, что у меня 12-й iPhone Pro Max. Я уже привыкла к большому экрану. Вот, подумала, на маленьком мне будет не так удобно смотреть что-то. Ну, конечно, я думаю, он будет большой дисплей на руке. Ну, в общем, посмотрим, сейчас все пощупаем. На Тайване есть такая фишка, что заказывая Apple Watch с веб-сайта Apple, вы можете выбрать абсолютно любой ремешок. То есть вы выбираете цвет нужный, размер часов, и ремешок, который вам приглянулся, все это кастомайз, и вам его пришлют. Но, нужно ждать неделю, либо две, поэтому я этот вариант пресекла. Это все, скорее всего, из Тайбэя собирается и доставляется. Поэтому я заказала уже как бы с оригинальным ремешком, просто комплект. Вернее, даже не заказала, а купила. Я купила в телефонном магазине. Это дешевле, чем покупать в салоне Apple. У нас вот такие вот SE Apple Watch 44 мм. Я купила за 9500 тайваньских долларов. А в оригинале они стоят 9900. На 40 мм стоят 8900. Тайваньская цена. И так как мне очень сильно нравился один ремешок, интрига, чуть позже покажу, то я изначально хотела, чтобы в комплекте у меня с часами этот ремешок шел, но так как не хотелось ждать, я просто дополнительно заказала этот ремешок, потому что подумала, что розовый, все равно в любом случае мне нужен. Он подходит под любую одежду, абсолютно любой отфит, потому что такой нейтральный, нежный девичий цвет. Поэтому, я думаю, пусть будет. Кстати, почему я не выбрала 6 Apple Watch? Потому что очень дорого на меня. Я подумала, что лучше не буду переплачивать. ЭКГ для меня не такая важная функция. И уровень кислорода в крови я вообще свой никогда в жизни, мне кажется, не измеряла и не знаю. Поэтому это не критично. И Always-On Display, который у 6 Apple Watch, многие люди говорят, что это бесит, раздражает, потому что если вы не смотрите на часы, то почему-то должно гореть экранчик, и почему другие люди должны видеть, что на ваших часах. Потому что хочется сохранить приватность, и когда вы относите руку от лица, чтобы другие люди не видели этого. Я думаю, это логично. И так как все говорят, что Apple Watch SE – это именно лучшее соотношение цена-качество, я подумала, что для моих первых часов это будет просто идеальный вариант. Кстати, ЭКГ советую делать у кардиолога хотя бы раз в год. Нужно следить за своим здоровьем не просто по часам, а все-таки серьезно проверяться. И еще люди говорят, что 6 Apple Watch, так как у них Always-On Display, горящий экран постоянно, то он съедает быстрее батарейку. Но если бы у меня был неограниченный бюджет, конечно, я бы купила 6, потому что там лучше процессор, и вообще не круче, потому что последняя модель. Но имеем, что имеем. Давайте буду открывать. Вот так. Селлофан. Даже коробочка, она приятная на ощупь. Так, так, так. С двух сторон. Вау! Здесь разные ремешки показаны. А внутри две коробочки. Красиво! Вдохновляюся, чтобы вы скупали все эти дорогущие ремешки от Apple. Здесь часы, а здесь ремешок. Давайте я так на заставку, наверное, сфотографируюсь. Давайте откроем часы. Та-дам! Вот такие, обернутые в бумагу. Я разорву. Красота! Золотые они, но я не знаю. Они что-то средний цвет между золотом и розовым золотом. Очень приятные на ощупь. Здесь в комплекте провод, но без адаптера. Apple типа заботится об окружающей среде, либо просто экономит. Вот как-то так. А это инструкция. Ну, в моем случае, это инструкция на китайском. Далее ремешок. Ремешок нужно открывать вот тут по стрелочке. Вот здесь два размера. В зависимости от того, насколько большой у вас объем запястья. Цвет очень красивый. Прям такой пыльно-розовый. Здесь есть такие хлястики, за которые можно потянуть и достать. На ощупь очень классные. Дамешки. Блин, просто обалденно. Классно. Даже непонятно, что за материал такой. Как будто резина, но не резина. Классно. Это у нас SM. Ремешок здесь написанным мелким шрифтом. А это получается ML. Попробую большой, наверное. Смотрим, как на мою руку будет. С этой стороны прикрепляем. Смотрите, они разные. Думаю, вот это будет изнанка. Наверное, где, какая сторона. Я первый раз этим занимаюсь. Так вот, внутрь магнетики. Какой я взяла большой ремешок. О, так туго входит. Красота же. Класс, ребята. Блин, что-то он слишком больший. Я, наверное, поменяю на поменьше. Потому что он более мужской. А как его снять теперь? Они включились. Как мне поменять ремешок? Сзади есть такая очень маленькая кнопочка, надавливая на которую можно снять ремешок. Но если у вас длинные ногти, это очень сильно неудобно делать. Так, я поменяю на поменьше размер. Он уже предлагает язык. Я выбрала английский. Давайте американский, английский. Он мне предлагает открыть приложение на iPhone, Apple Watch и поднести телефон к часам. Здесь высвечивается такая галактика. Самое интересное, что я включила сейчас iPhone. Он сам заметил, что где-то неподалеку есть Apple Watch и предлагает мне начать их настраивать. То есть я не заходила, не искала приложение Apple Watch, ничего. Он сам это почувствовал. Магия технологий. Я нажимаю продолжить. И он, наверное, переходит в приложение Apple. Давайте посмотрим, что здесь. Настрой для себя, либо для члена семьи. Для себя. И нужно отсканировать. Сейчас отсканируем часы. А, нужно сначала надеть часы на себя. Вау! Блин, я не могу. Настолько приятный ремешок, как будто, не знаю, как будто какими-то перышками по коже водят. Прямо офигенное ощущение. Вау! Так. Что-то он не особо сканирует, а вот. Та-дам! Your Apple Watch is paired. У меня, кстати, телефонные настройки в телефоне все на английском, потому что мне так удобней пользоваться телефоном, когда все на английском. Так. Постепенно загружаются. Connecting your Apple Watch. This may take a moment. Так что-то загружается. Здесь у меня на часах что-то высветилось. Aluminium case. 44 millimeters. Блин, так прикольно ощущается на руке. Они такие большие. Вау! Далее здесь terms and conditions. Принимаем. Все принимаем, соглашаемся. И настройки продолжаются. Так, дальше он спрашивает, можно ли тречить мою локацию. Siri, окей. Apple Watch shares, stating with iPhone for location services, find my iPhone. Короче, соглашаюсь со всем, что он будет воспринимать этот телефон как продолжение часов. В общем, текст стандартный, наверное. И можно здесь еще создать пароли для ваших Apple Watch. Насчет пароля. Он говорит, что если вы снимаете часы, то будет требоваться пароль, чтобы другие люди не смогли заглянуть, что внутри ваших часов. Таким образом сохранятся в секретности все ваши данные. Это супер функция. Сейчас я придумаю себе пароль. Пароль нужно придумать на часах. Телефон говорит, на часах это сделайте. Готово. Дальше это предложение по work out, по активности. Все подтверждаю. Так. Мои данные, рост вес на телефоне высвечиваются. Все правильно. Daily move call. Здесь можно, смотрите, сразу выбрать, сколько калорий вам нужно сжигать в день. Какая у вас цель. Set your move goal for how active you are or how active you would like to be. Короче, он предлагает, сколько вы хотите калорий именно в активном движении, в спорте сжигать в день. Так как я очень много работаю, мне особо некогда. Я выбираю легкую активность 30 минут в день на упражнение. Но давайте 20 поставим для начала. Daily stand call. It's recommended to get up and move for at least a minute in each hour of your day. Это, получается, сколько вам нужно стоять в день часов. Рекомендуем вставать и двигаться хотя бы минуту каждый час в течение дня. Это самый минимум 6 часов. То есть каждый час в течение 6 часов. Наверное, он мне будет предлагать вставать. Keep your Apple Watch up to date. Тут предлагает также Apple Pay настроить. Нотификации по сердечному ритму. Emergency. Тальше предлагает перенести с телефона приложение, которое возможно перенести на Apple Watch. Но я выбираю выбрать впоследствии уже потом. Так. Синхронизируется. Пока часы синхронизируются с телефоном, я предлагаю раскрыть мой второй ремешок. Господи, прям намертво приклеили внутреннюю коробку к внешней. Вот такой ремешок спортивный. Мне очень нравится, что этот цвет называется такой кремовый цвет. Найо сэ по-китайски. Господи, как сложно распаковать. Мне к ногтям такой голубенький подходит. Так. Часы уже наполовину практически синхронизировались. Официальный ремешок. Он стоил 1600 тайваньских долларов. Это очень дорого для ремешка. Но мне очень хотелось именно такой, поэтому я немножко разорилась. Вау. Так. Тут тоже такая система. Блин. Интересно. Интересно сравнить, какой будет удобнее в носке и приятнее к телу. В принципе, классно. Ничего не натирает. Материал приятный. Такой спортивный ремешок. Он очень такой casual. Подходит под все повседневное. Будет красиво смотреться. Мне кажется, можно как этой стороной, наверное, так и этой. Не знаю, в чем разница. Здесь каждая петелька просто тютелька в тютельку сделанная. Все говорят о очень крутом качестве оригинальных ремешков. Поэтому особенно спортивные ремешки никто не советует. Просто с интернета, с левых сайтов покупать. Так будет это все на коже. Я потом вам покажу с часами. Только casual. Под повседневную одежду. Под джинсы. Под футболки. Мне очень нравится. Телефон говорит мне Welcome to Apple Watch. Не очень видно, но поверьте мне на слово. Вроде бы синхронизация закончена. Вау. Здесь сразу можно выбрать формат заставки. Какие нам с вами выбрать часики? Интересно. Можно какие-то такие, типа, более классических. Можно более такие современные, минималистичные. Мне вот такой цвет нравится очень. Персиковый. Fire and Water точно нет. Когда много слишком всего, либо калейдоскопа, то мне не нравится. Mickey Mouse, Minnie Mouse, цветочки. Какие-то более стандартные циферблаты есть. Полоски, мне кажется, это слишком ярко. Хотя вот последний вариант, где только два цвета. Еще неплохо. Story игрушек. Есть мультик. Ну, в принципе, вот оно и все. Хотелось бы больше разных из Диснея циферблатов поинтереснее. Потому что история игрушек мне не очень. Я даже не знаю, что выбрать. Давайте я персиковые возьму пока. Ой, они еще розовые могут быть. Разные цвета. А какие красивые у них? Гранатовый, сливовый название. Гибискус, Dragon Fruit. Грейпфрут. Давайте о Грейпфрут. Ой, а в чем разница? Черный. Ну, давайте такие. Тут еще можно выбрать сразу, что на циферблате. У вас будет отображаться сверху, снизу. Монограмма. Что такое монограмма? В общем, давайте пока так. Сделаем базовые настройки. Написано, что добавлены в Apple Watch. Так, у меня написано, что Apple Watch мой готовый. Нужно что-то нажать, чтобы начать. Вау. Ну вот. Тот дисплей, который я выбрала. Только я его от себя отворачиваю. Смотрите, как классно. И он сразу... Блин, это так круто. Сразу перестает гореть. Так, я переодела ремешок. Смотрите, теперь спортивный. Он очень приятный к телу. Мне кажется, приятнее, чем вот этот стандартный. Легче гораздо. Его можно мыть, чистить чем-нибудь. Это я смотрела, другие блогеры рассказывали. Блин, вообще класс. Мне прям вообще дико нравится. Я еще не знаю, какие можно приложения на эти числа скачать. Как вообще использовать. Я вообще зачем купила Apple Watch. Мне очень понравилась идея с кольцами активности. Что нужно больше ходить, заниматься какими-то упражнениями, чтобы закрывать эти кольца. Можно тренироваться с друзьями. Как бы соперничать на результаты. Получать наградки разные. За то, что вы достигаете успехов в спорте. Также можно контролировать свой сон. Что он показывает в фазе сна. Сколько вы проспали. Я не знаю, пока будет ли мне удобно в этих часах спать или нет. Все-таки непривычное ощущение. Потому что я люблю спать, чтобы у меня не было ни сережек, ни колец, ничего. Просто вот тело расслабленное, чтобы оно отдыхало. Посмотрим, привыкну ли я спать в них. Ну, конечно, чтобы показывали время. Были просто сильными на руке. И, как для блогера, очень важно иметь возможность. Я знаю, что в Apple Watch есть такая функция. Контролировать телефон. То есть, снимать на телефон через часы. Например, можно класть телефон куда-нибудь в карман. В передний, либо в задний. И когда съемка запрещена, можно с телефона нажать. Снимать. И снимать. Секретно. И также очень удобно. Можно использовать как диктофон часы. Когда экран не горит, он черный. Можно делать запись все равно звуков, что происходит. И никто не знает, что вы в данный момент это все записываете. То есть, много разных классных функций. Когда я изучу этот вопрос получше, попользуюсь какое-то время, часами. Я думаю, запишу какое-нибудь другое видео. На тему того, как я использую свои Apple Watch. Какие приложения у меня. Чем они мне нравятся. В общем, преимущества. Может, какие-то недостатки найду. В общем, сейчас я очень рада. Очень счастлива. Моя хотелка сбылась. Я на нее копила. Но копила недолго, потому что очень сильно хотела купить. И сейчас просто очень счастлива. Мне так нравится этот персиковый циферблат. Кайф. Ребята, пишите в комментариях, есть ли у вас Apple Watch. Если да, то какие. Если нет, то какие вы бы себе хотели. И также делитесь, какие приложения вы используете. И что облегчает вам жизнь ваших Apple Watch. Я буду очень благодарна за советы, что мне скачать на мои новые часы. Ребята, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. Я рассказываю о Тайване, о своей жизни здесь. Я замужем за тайванцем. Вообще, жизнь в тропиках, она очень сильно отличается от жизни в России, от жизни в странах СНГ. Думаю, вам будет интересно. У меня всегда есть на что посмотреть. Также в моем инстаграме каждый день огромное количество историй. Показываю свою жизнь, свою работу. В общем, очень такие необычные моменты здесь, в тропиках. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Дизлайк, если вам ничего не понравилось и было скучно. До скорых встреч, до новых видео. Всех люблю, ваша Алина. Пока!